Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Верка тут у меня уже нарядилась в зимний комбинезон, собралась гулять. Всё распотрошила. Игорь у меня поехал забирать бампер. Мы же зимой попали в аварию, вот. Он заказал бампер. И он как раз находится рядом с Икеей. Попросила ещё одну такую коробку докупить. Туда сложу все фотоальбомы, потому что они у меня просто в документах валяются, не очень удобно. Ещё попросила купить контейнеры на кухню 365, которые прозрачные. Вот с ними наведу порядок нормальный. Вот, блин, её любимая коробочка. Пошли! Вот видите, проще, чтобы я налила. А где соска сама? Вот она. Ностальгия у тебя, что ли? А? Ностальгия? Хочешь соску сосать? Давай, я налью. Давай ещё бутылочку. И давайте я сегодня отвечу на вопрос подписчицы, как я вообще начала снимать влоги, как я завела канал, почему. Я вообще уже 4 года в инстаграме блогер. Но так как там вообще никакого продвижения нет, если ты не будешь вкладывать просто огромные деньги. Это доходит до 100 тысяч, 200 тысяч и до миллиона. Это очень много. И нужно всегда поддерживать, снимать сторис. Здесь намного комфортнее. Другая аудитория совершенно. Здесь прям мне очень нравился. Я даже никогда бы не подумала, что я буду ютуб-блогером. И вот я решилась, когда Леночке было 3 месяца. Мне сначала было очень непривычно, потому что в инстаграме, да, ты снимаешь по 15 секунд. А тут тебе нужно говорить, говорить, говорить. И вы, наверное, кто смотрел мои самые-самые первые влоги, увидят, как это всё смешно смотрелось. Как я не умела обрабатывать, ничего не обрезала. Столько было молчания там. Ой, мне очень смешно и интересно смотреть, потому что я очень хорошо выросла. И начала как-то лучше монтировать, лучше снимать. Очень мне нравится этот процесс. Ну и мне не нравится инстаграм, потому что там развиваются, да, на каком-то трэше. Мне уже кажется, что блогеры ради подписчиков начинают беременеть, рожать. Также эти всякие марафоны, конкурсы уже просто смешно стало, потому что без этого не растёт канал. Они на этом зарабатывают. А здесь ты зарабатываешь на просмотрах, и тебе платит ютуб. И здесь как бы меньше рекламы, нет никакого трэша, и есть настоящая жизнь. Так что я ответила на ваш вопрос. Мне легче стало снимать, потому что я уже была блогером, я какая-то более общительная уже, да, в этом плане. Легко снимаю, а вот для новеньких, думаю, будет сложно. Как видите, я тут достала свой пароочиститель. Я обычно мою только им пол, а в этот раз помыла доски. Ну вот, девчонки, прикольно. Вот это ещё не так хорошо отмылось, наверное, потому что она такая вся ребристая слишком. А вот это, смотрите, только порезы остались, и вся грязь ушла. С этой стороны сейчас ещё нужно обработать. Блин, я вообще довольна. А сейчас, девчонки, давайте немножко отвлечёмся. Я хочу познакомить вас сегодня с Верой. Она недавно создала свой канал, чтобы делиться своими идеями, мотивацией, покупками и красотой в мелочах, которые нас окружают. У неё очень уютные влоги о семейных ценностях, буднях мамы и, конечно, о создании порядка в доме. Так что, девчонки, подписывайтесь на канал Веры, её видео согреет вас теплом и подарит вдохновение. Ссылочку на канал я вам оставлю в описании под видео. Ну вот он, долгожданный в пакете. Долго мы собирались в Икее. В итоге Игорь поехал забирать бампер и заехал мне и взял. Я не стала сразу много контейнеров брать, потому что я не хочу много круп хранить. Только самые-самые необходимые. Старые контейнеры я свои отдам маме. Вот, потому что у меня много разных круп всегда взяла. Сколько я? Три? Да, три штучки взяла. У меня есть один такой и два больших. Самые-самые крутые, самые красивые контейнеры, самые удобные. Их и так, и так можно открыть. И в руке удобно держать, и мыть удобно. И они лёгкие, и они красивые. Самые лаконичные, самые любимые. По-моему, 170 рублей они стоят. Вот коробочку такую же, как у меня. Это та коробка, которая по 69. Такие же коробки есть побольше. Я не хочу никакие разноцветные. Мы выбрали для себя вот эту расцветку, и все коробки только берём их. У меня есть наклейки Wildberries, фломастер белый. Я сразу подписываю, что там хранится. Это будет для фотоальбомов. И самые-самые мои долгожданные. Я очень долго выбирала, не могла определиться. Сейчас покажу. Вот, девочки, очень долго я себе хотела такую чайную пару сидеть, пить чай. Именно с блюдцем. Я долго думала, либо Luminarq, либо Ikea. Но так как у нас всё равно всё Ikea, и у нас и заварочный чайник Ikea, а Luminarq у них более такой белый-белый цвет, холодный. А у Ikea, видите, какой-то молочный. Видите, как отличается. И заварочный чайник у нас тоже такого цвета. Вот, 230, что ли. Вот, вообще, я довольна до безумия. Теперь, может, чай буду красиво пить. Сами помните, как я долго искала, выбирала. Думала сначала о Luminarq, но в итоге я остановилась на Ikea. Это та же самая серия, что и мой заварочный чайник. Такой же нежный молочный цвет. Очень красиво и дорого выглядит. Приятно мыть, приятно пить из этой чаши. Я нашла для себя идеальную посуду для минималистов. Лаконичная, хорошая, красивая, ничего лишнего. И хочу всю посуду заменить на именно такую. Ещё, девчонки, я очень рада вот таким вот пакетам, потому что именно такие пакеты я наполняю вещи для волонтёра. Она уже развозят семьям, многодетным, малоимущим, погорельцам. Такой пакет я где-то откладываю целый месяц. Каждой вещи долго думаю, я её туда складываю. Потом, если я передумала, я её достаю. Попробуйте тоже так. Соберите в пакет вещи, в которых вы сомневаетесь. Пускай он у вас целый месяц постоит рядышком. И вы уже поймёте, нужна вам эта вещь или не нужна. Не торопитесь. Здесь главное не торопиться и обдумывать каждый свой поступок, каждую вещь. Вот, советую вам. Так, ну всё, с мамой я с моей договорилась. Предложила ей свои контейнеры. Она согласилась. У неё всегда запасы. У неё не такие запасы, как у меня по маленькой пачке. Она прям большими покупает. У неё по несколько контейнеров. А здесь получилось так. Опять я вернула сюда, потому что здесь светло. И не стало ничего лишнего на эту полочку добавлять. Вот, получилось красиво. Девочки, я думаю, убирать эти наклейки, потому что они меня начали раздражать. Прям вот, не знаю, глаз цепляется за них. Прям вот лишнее. Потому что, ну всё равно, баночки прозрачные. И видно, что там хранится. Так что я думаю, что я буду убирать эти наклейки. Вот, ну а вам советую, если выбираете контейнеры между этими и этими, выбирайте, конечно, эти. Сами видите наглядно. И объём у них тоже больше. Очень удобно. Ну а вот это, это просто бомба. Я такая довольна. Мне так нравится теперь мыть посуду. После него прям вообще скрипит посуда. Так приятно, классно. Хорошо мылится сразу же. Очень хорошо отмывает. Так что советую однозначно. Ещё хочу другие ароматы попробовать. Я не разбавляю. Ну всё, девчонки, навела я порядок. Открыла шторы. Солнышко светит. Как я люблю, когда нет ничего лишнего. Просто красота. Кстати, чашечка с блюдцем. Это серии вот этого чайника. Одна и та же. У них такой молочный цвет. Не ярко-белый. Не холодный. Всё. Я очень довольна. И то, что у меня здесь цветы стоят на столе, мне очень нравится. Такая прям зеленушка. И нравится то, что у меня кашпо одинакового цвета. Потом, кстати, здесь у нас будет наш новый диван, телевизор. Здесь будет дверь на террасу. Ой, хочется уже поскорее. И ещё, девчонки, я хотела дать отзыв насчёт вот этого крема, якобы размягчающего. Не знаю, я пока один раз только попользовалась. Я вчера нанесла перед сном, и вроде сначала нормально было, но вот минут через пять, когда крем начал впитываться, вроде я что-то начала замечать. В итоге он высох на ногах, и ноги покрылись плёнкой. Руки тоже надо сразу же идти мыть, потому что они будут липкие, все склеиваются. И знаете, мне этот крем напомнил, знаете что, гель алоэ. Кто пользовался, меня поймут. У меня тоже был такой гель. Наносите, и он сразу превращается в плёнку, кожа сохнет, такая противная. Если честно, я не ожидала, что он будет такой. Я думала, он будет какой-нибудь питательный, да, чтобы, ну, увлажнить ножки. Но, похоже, нужно брать другой. Конечно, можно его попробовать нанести под носочки специальные, да, которые такие внутри силиконовые. Я хочу заказать себе. Я на Казань-экспресс такие видела. По-моему, на Фаберлик тоже есть, но они на Фаберлике дороже. Вот, может быть, с ними они будут нормально работать. Многие девчонки посоветовали ещё другие крема. Я пока вот буду этот тратить. Буду пытаться. И сегодня ещё на ночь нанесу. Но, знаете, я прям проснулась. У меня ноги такие липкие, неприятные были. Нужно сразу смывать. Мне вот не зашло лично. А мы с Леркой сходили в печёрочку. Взяла я первый раз попробовать чудо. Оно, конечно, 3 плюс идёт. Но Лерка вообще прям без ума. Она наши йогурты тоже кушает с нами. Понравилось. Хорошо. Можно будет покупать ей. Я тут просто так ходила. Чисто ездить. Пюрешка прогуляться, банана взять. Бананы вышли на 60 рублей. Чудо 26. И ещё пюрешку взяла. 33 рубля. Вот такие вот она пюрешки у меня тоже любит. С печеньками, чтобы они густые были. Потому что если жидкие, она вот проливает их в свадьбе. Да? Всё, пойдём. Папа у нас к автоматологу выехал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...